Кстати, о росте цен, но уже на продукты питания, сегодня говорят по всей России. Активно в этой ситуации отреагировали участники Народного фронта, создав народный контроль. Так, активисты-добровольцы будут регулярно инспектировать магазины Мирного и отслеживать случаи неадекватного роста цен на продукты и лекарства. Лариса Удовенко продолжит. На базе первичных партийных организаций «Единой России» в Мирном создаются 16 групп народных контролёров. Динамика роста цен, её необоснованное завышение и заодно и качество товаров станут целью регулярных общественных мониторингов. Почему работа народных контролёров, она вот сейчас так важна? Кроме нас с вами, эти продукты питания в магазинах никто не видит. Мы с вами видим, наши функции тут расширяются. Депутат из Чернышевского рассказал о назревающем конфликте с поселковыми предпринимателями. В городе Мирный, да, как известно, 23 наименования продуктов, по которым планируется сдерживать цены, и они необходимы в каждом магазине. Но эти продукты предпринимателям, как выражается, завозить, но не все предприниматели, некоторые, завозить невыгодно. Не хотелось бы давить коммерсантов, индивидуальных предпринимателей, но и охота поддержать наших жителей. Поэтому надо искать точку соприкосновения. О том, как же найти компромисс, и говорили на заседании участники Народного фронта. Одно ясно уже сейчас. Регулярная работа общественных контролёров позволит чутко реагировать на негативные ситуации. Такие же группы активистов будут созданы и в других городах и посёлках Мирненского района.